Субтитры создавал DimaTorzok 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 А получилось вот так, вызывает отторжение Надо иметь в виду, что я когда готовился к сегодняшней встрече Посмотрел, как много знаменитых, великих, уважаемых мной людей Негативно выражались о патриотизме А с другой стороны подумал, в каком контексте они это делали Ну вот, Сэмюэл Джонсон, знаменитый патриотизм Это последнее прибежище для негодяев Это такой замечательный английский автор XVIII века Вроде бы уж Англия в то время развивается Достаточно патриотичная семилетняя война Она воюет с американскими колониями Потом, собственно, выставила против Наполеона Понятно, без Испании, без России бы не получилось Но Англия очень много сделала в этой ситуации Но когда начинаешь понимать контекст Понимать, в чем идет Он, в общем, выступает против шотландцев С их партикулярным патриотизмом Или же Лев Николаевич Толстой Который говорит Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении В своем есть не что иное Для правителей как орудия Для достижения властолюбивых и корыстных целей С чем это связано? Связано, безусловно, это с пацифизмом Льва Николаевича Толстого Который опасался, что То та форма, кстати, я бы даже так провокциально сказал бы Псевдолиберального патриотизма Возникавшего в Европе перед Первой мировой войной Она спровоцирует эту войну Ну, со всеми ее чудовищными последствиями Она в известной степени разрушила Старую добрую Европу То, что имеем сейчас, это последствия Не Второй, а Первой мировой войны Ну, или же еще очень любимый мой писатель Джеймс Джойс Когда меня спрашивали Ирландец, готов ли ты умереть за Ирландию? Отвечал, пусть лучше Ирландия умрет за меня Почему он так говорил? Да не по той причине, что он был трусливым либералом А по той причине, что это тоже были эти тези В те времена в Ирландии Только освободившиеся от английского колониального владычества Это все стало политической риторикой Риторикой на сфере политической конкуренции За которой не стояло действительно патриотического содержания Вот, в связи с этим я тоже хотел бы сказать Что люди, которые себя отождествляют с либеральным миросознанием Могут закрывать грудью амбразуры Я, может быть, вспомню только одно событие В котором наш президент будет участвовать Спустя, спустя, через две недели Да, примерно, 6 июня 1944 года Сколько лет прошло, получается? 70 лет с того времени Английские, американские, канадские Носители либерального сознания Высаживались в Нормандии Тысячи не гибли на участке Амаха Это событие, высадка Пусть запоздавшая Открытие второго фронта Высадка на северо-западе Франции Это тоже самое событие В которых есть свои матросовые В общем, свои гастеллы и так далее Поэтому сказать, что вот они люди трусливые Мы, конечно, не можем Но понятно, что здесь речь идет на самом деле Вот мой коллега о другом говорил О том, что мы понимаем под тем самым либерализмом Который заставляет останавливаться нас Подумать о своем кошельке, о своем счете, о своих правах И так далее В связи с этим я вот к нескольким буквально тезам Хотел бы вернуться Тезис первый Собственно, что такое государство А вот я, поскольку занимаюсь античностью Античной культурой, античной философией Я, наверное, к своей античности буквально на одно мгновение вернусь Аристотель Книга под названием «Политика» Начинается с того, что государство Полития по-гречески, да Это есть общение Общение ради блага всех От государства есть общение ради блага всех Те же люди, которые вне государства Это либо меды люди, по Аристотелю, либо сверхчеловеки Человек — это государственное существо Находящееся в общении ради блага всех Патриотическое существо Вот эта вещь очень важна и очень существенна Не может быть у нас с вами представление о патриотизме В политическом выражении без признания этого тези Потому что государство — это общение не ради элиты Не ради самовозводящей себя государственной структуры Тем паче не ради каких-то внешних управителей Государство — это ради общения всех, кто живет в этом государстве Мы живем с вами, конечно, не во времена Аристотеля Аристотель жил во времена маленьких государств, полисов То есть той самой демократии, когда все друг друга знают Ну, представь, все город со ста тысячами населения Это ситуация, когда все друг друга знают И, соответственно, реализация политических интересов Она открыта, внятно, ясна нам всем Мы живем в другую эпоху И то, с чего я начал, я повторюсь еще раз Мы с вами живем в эпоху после Просвещения Или, точнее, после Лестфальского мира 1648 года Когда была установлена незыбленность государственных границ Европы Что было подтверждено договорами 1815 года После Наполеоновских войн Когда была подтверждена незыбленность границ Европы Соответственно, эта самая государственная структура Она признавала невозможность трансграничного воздействия на другие государства Что мы имеем перед собой сейчас? После событий Первой мировой войны После смены, радикальной смены всей этой структуры Мы имеем перед собой сейчас ситуацию другую Когда помимо государственного интереса Ну вот в идеале общения ради блага всех Мы имеем перед собой трансграничные интересы Трансграничные интересы Это вот как раз то, про что пишут достаточно много И одно такое западное, не наше Это на Западе, это коллеги наши открыли Я такое вот обобщение веду Существует целая масса обществ потребителей Которые, конечно, имеют трансграничные характеристики Мы все с вами можем потреблять услуги концерна Митсубиси, например, да? Замечательный концерт, великолепно делает машины Там вот эти самые кондиционеры Чего он только там не делает Мне кажется, он эти самые двигатели для авиации делает концерн Митсубиси Соответственно, если что-то не так с концерном Митсубиси Японец, я кореец, русский, американец Я вхожу в общее поле этих потребителей Мы можем быть потребителями с вами, не знаю, услуг юридических Если что-то не так мы считаем здесь Обращаемся, ну, в суд, в Страсбург и так далее Мы можем считать себя потребителями услуг сексуальных, да? Если что не так, вот перед нами есть некого рода сообщество потребителей Которое отставит свои собственные права Эти сообщества потребителей имеют трансграничный характер При этом, без всякого сомнения, эти сообщества нужны Потому что если что-то не так с мотором Митсубиси Куда мне обратиться? В некого рода, в этот клуб потребителя Институциализированный и так далее Если что-то не так с моими правами Куда мне обратиться? Но, с другой стороны, вот такая форма самоотождествления Она несет в себе угрозу, против которой Значительная часть выступающих здесь и говорила Какого рода угроза? Эти сообщества потребителей, клуб потребителей Могут быть инструментами политического влияния Политического действия Вот как разграничить эти вещи? Реальное их воздействие и политическое воздействие Реальное или, может быть, иллюзорное? Мы с вами должны, по идее, вот политики, точнее, должны На эту тему думать и очень думать хорошо Собственно, с этим связан еще один момент Воздействие этих сообществ потребителей Действительно может иметь в отношении России Мы в специфическом государстве живем Но имеем нашу великую историю Мы имеем в государстве специфический момент Понятно, надо, опять же, отдавать себе должное Что Россия после 1991 года Это Россия, которая прошла через эпоху Такой страшной социальной, психологической депривации Которая до конца, до настоящего момента Еще не завершилась Мы прошли через важнейшую ломку Условно говоря, как это тоже модное выражение Идентичности, безусловно, без всякого сомнения Идентичности Мы до конца даже не выбрели Только сейчас выбираем цивилизационный тип развития Задаваясь вопросом, остается это наша история или нет Мы с вами прошли через И проходим через ломку Вот этого старого имперского реваншизма Что хуже всего Имперское сознание одно Имперский реваншизм это самый худший вариант Понятно, что эту вещь нужно иметь в виду Но внутри этой ситуации Конечно, наше сообщество Оно находится на развилке между двумя крайностями Одна крайность, это крайность такого, опять же, риторического патриотизма Когда, собственно, человеку предполагают некую идею Выдавая ее за предмет любви Обязательно для него А другая крайность, это крайность корпоративной этики Ну, я работаю в данной институции Русско-христианская унитарная академия Естественно, как бы не просто работаю Я являюсь офицером, или как это называется Да, там вот эта институция Соответственно, я определенную корпоративную этику Соблюдаю После этого, спустя какое-то время С Митковичем Бурлаком Мы не сходимся во мнении в каких-то вопросах Я отправляюсь, например, в высшую школу экономики Или еще куда-то работать Становясь корпоративным офицером Данной институции Исполняя эту этику Одна из проблем, размывающих Настоящий реальный патриотизм Заключается, собственно Даже, может быть, не в том, либерал или либерал А в том, с чем я себя отождествляю В общем, я могу себя отождествлять С этой страной и говорю Да, я здесь родился Я исполняю эту конституцию Я выполняю законы Я почему бы Я не свободен от того места, где я существую Если я переезжаю в другую страну И становлюсь несвободным от того места, где я существую Это вот как раз Некого рода Возможная новая возможность Самоидентификации Которая продуцируется в современности В том числе Вот этими вот трансграничными системами Кубами потребителей Другой вариант Я понимаю, что я не просто родился в России И поэтому не свободен от России Но я еще как-то связан с историей этой страны Вот опять же, с тем же самым Самоидентифицирую себя Как относитель цивилизационного типа Вот на мой взгляд Здесь есть единственная в нашей стране Политическая сила Этническая Не в нашей стране В мире политическая и этническая сила Которая показывает Насколько такого рода самоидентификация Может быть совершенно четкой Вне зависимости от места пребывания Вне зависимости от места пребывания Это страна Израиля Населяющая его еврейский народ Которая пользуется поддержкой Большинства западных, будем так сказать Бизнесменов, достаточно богатых людей Скажите, пожалуйста Если что-то произойдет с Россией Наши выехавшие за рубеж Эмигранты сильно поддержат Россию? Разверно нет Но я не буду говорить за всех Я не имею этого права Но судя по полемнику Круг последних событий Отношения примерно как Той самый дамы Которая, естественно Впала в определенную Такую социальную истерику Поэтому психологически Это ее понять можно По существу, конечно, нет Отношения именно такого рода Поэтому мне кажется Что основная проблема У нас это кризис идентичности Тот самый кризис идентичности Который не позволяет нам Рассчитывать на помощь Миллионов Абрамовичей Или кого-то еще В случае кризисной ситуации в России На прошу прощения Вы задали вопрос Я отвечу Целое подразделение с Израиля Собирается ехать в Украину Я знаю Я слышал это Слышал об этом Правда есть Никто туда не пустит Это уже Поддержит Или нет Поддержит Израиль или нет Я о другом говорю Я говорил о другом Я говорил Совсем о другой Вещи Сейчас Вот Ну Собственно Вот Мне кажется Это очень важная проблема И здесь Почему мы Все-таки Обратим сам патриотизм Как просвещен Должны понять Что такое патриотизм Должны понять Что такое родина Должны понять Что такое история Не бояться Этой истории От сожалению День себя еще шел Но понятно Что Россия расширялась Не за счет Обранительных войн Точно так же Как Китай Выиграл войны Завоевал Тибет В 18 веке Вполне наступательный Северо-западный За счет чему Могу ответить В свое время Я просто упал Изнедельной Коимической жизни Накрылся ногами Во время одной дискуссии По телевидению Когда говорили Вот 15 лет Напал на Россию В 1700 году Карл-12 Напал на русскую армию Которая осаждала Шведский город Нару Вместе В это время Поляки Саксонс осаждали Ригу Дания Еще объявила войну Правда Быстро проиграла Швеция Это была Вполне наступательная Война Да Может быть За наши Цивилизационные Территории Но вполне наступательная Война Поэтому И мы гордимся Этой войной И даже вспоминаем Нарскую битву Хоть и ей проиграли Как урок По которому Мы смогли выставить Суарную Победить Полтавы И построить Этот город В результате Понятно Что история Куда более Сложная вещь Чем просто Некого Такого рода Предмет Для сладкого Сиропного Восхищения Сусальной Такой вот Красоты Не такая У нас Очень сложная История Но такой Сложной История Может В других Странах Нет Этим Тоже Нужно Гордиться И бояться Поэтому История Но я Все-таки История Для меня Один из Способов Самой Идентификации Об этом Нужно Постоянно Помнить С этой точки Из Абсолютно Бездарно Провалено То что Связано С 1612 Годом Даже Если Вся Эта История Объединения России Какого-то Рода Миф На таких Мифах Как Миф Связанный С Александром Невским Один из Выдающихся Специалистов Связанный С историей Канонизации Александра Невского Субс Роман Александр Соколов Тем не Какой-то Может быть Моральной Психологической Консультации Которая Упущена Совершенно Что Просто Страшно Вот Что еще Я Буквально Осталось Несколько Тестов С вашего Позволения На мой Взгляд Действительно Мы В известной Степени Должны Определиться Какие Институции Мы Выстраиваем Слово Институт Как известно Это не просто Государственное Или Негосударственное Учреждение В котором Они получают Зарплату Занимаются Машинку Он понимает Что Несправедливо Справедливость Это институция Которая Так же Действует Которая Так же Зарплат Поговорена О кем А вот Нам Вступает В роли Извините Идеологов В этой Стране Институция Мы Должим Продумать Какие Институты Выстраиваем Еще Один Момент Элиты Которые В реальности Оказывают Воздействие На жизнь Нашу Без 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 Сомнения Мы Живем Эти Элиты В Предположением Элит Позднесоветских Я тут Даже Могу Социологически Это Показать Кто Откуда Как Пришел В эти Но Вопрос Не в Этим Элиты Были Позднесоветскими Их Современное Правительство Должно Развернуть В сторону России А что В сторону России Это Означает Одну Простую Вещь Я не Экономист И не Политик Но Мне кажется Одну Простую Вещь Вкладывать В технологии А не В производство Технологий А не В производство Нефти И газа А производство Технологий Извините Меня Это вещь Куда Более Длинным Плечом Получение Отдачи Обратно Тогда Будет Понятно Что Элиты Не Всегда Но У меня Дело Представление Что Качать Нефть И газ Для большинства Психологически Комфортно Вот Они Собственно Этим Занимаются Это Да Направление Нет Значит Я могу Пояснить На примере Одного Ситуации 1922 год Начинается Политика НЭП Помните После развала Разрухи Гражданской войны Общественных Бедствий Во что В чем Выразилась Общая экономическая Политика Тогда Концессионные Истории Когда Начинается Государство Ну понятно Надо Откуда-то Деньги брать Я там Не думаю Что Товарищ Троцкий Все стороны Так уж Хотели Сильно Разорвать Россию Надо Откуда-то Деньги брать И Для того Чтобы Потом Создать Технологическую Цивилизацию То есть Совершить Экономический Подъем Промышленную Революцию В России В 30-х годах Помним Сколько Россия Была Вынуждена Положить Денег Жизни Человеческих Помним Сколько Россия Должна Была Положить Политических Свобод На арену Вот Эту Промышленную Революцию У нас С вами Ситуация Схожая В 80-80-90-х Годов Начинается Общественное Бедствие И вот Мы На мой взгляд Два десятилетия Пока что Живем в Концессионной Ситуации Вот За что мы Это можем Заплатить Вы только Подумайте Поэтому Насколько Разумным Должно Правительство Разворачивать Государство В этом направлении Я даже Представить Не могу Но Слава Богу Я Не выступаю Членом Этого Правительства Вот Это будет Разворот Сторон Патриотизма И не На словах Не в качестве Лозунгов А как Реальная Экономическая Политика Это будет Разворот В сторону Того самого Пратриотизма Который совершили Не знаю Какая-нибудь Та же Малайзия Долгое Время Была Внешним Пратриатом И теперь Имеющей Собственные Технологии И обещающая Владимиру Владимировичу Путину Вложить Отсутствующее С Европой Миллиарды В нашу Экономику На последних Этих Самых встречах Который совершил Китай Безусловно Станов Древней Культуры И с умением Самоорганизовываться Выработанным Тысячелетиями Внешних Завоеваний Восстановления Государственности Вот Почему мы Этого Не можем Делать Мы Также Должны Это Ну и Наконец Конечно Патриотизм Это Не Единомыслие Я бы Сказал Так Это Любовь Безусловно К родине Абсолютно Право Но Патриотизм Это Не Единомыслие Потому Что Люди Любящие Друг 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 В семье Они Вовсе Не Обязательно Могут Думать Одно И Тоже По Поводу Того В какой Ресторан Пойти Отметить Там Пятидесятилетие Своей Брак Сочетание Патриотизм Это Активность Активная Общественная Позиция Активное Отношение К тому Что происходит Отчего Мы С вами Отучены Мне кажется Тоже К сожалению И в том числе Событиями Конца Восьми Начало Девяностых Я Здесь В качестве Последнего Тезиса Своего Уступления Вспомню Один Замечательный Тезис Из Законов Из Конституции Салона Вот Я опять Канкищич Возвращаюсь Афинский Великий Законодатель Начало Что Веха Нашера Создает Конституцию Более Или Немного Известного Закон Зачался В следующем В случае Гражданской Распы Тот Человек Который Не Примыкает К какой-то Определенной Позиции Должь быть Изнан Из Города Если Тебе Не Нравятся Позиции Толи Обоз Сейчас Давай Третью Вот На мой Заг Вот Это И Есть Патриотизм Ну И Надеюсь В Миру Сил Мы Взрастим Патриотизм Просвещенный Большое Спасибо Коллеги Продолжение следует...